Приветствую вас, уважаемые подводные охотники! Хочу сделать небольшую видеопрезентацию наших новинок. В первую очередь, это долгожданная новинка от Пеленгаз, калоша. Чем она отличается от калош других производителей? В первую очередь, это возможность расшнуровывать. Когда мы меняем носок с зимнего на летний, или наоборот, у нас зачастую калоша либо болтается на ноге, либо туго сидит, пережимает кровеносные сосуды, и ноги быстро мерзнут, и мы не можем плавать в свое удовольствие столько времени, сколько захотим. Поэтому мы для всех желающих плавать в зимний период сделали калошу с возможностью расшнуровки. То есть, это заложено в базу, есть отверстия, усиленные боковины, и есть черточка, метка, где мы разрезаем калошу для того, чтобы, если нам нужно ее разрезать, для того, чтобы ее зашнуровать. В обычной же эксплуатации эта калоша абсолютно имеет вот такую вот толщину. Она сделана из резины разной жесткости, и вот это вот место под расшнуровку никак не влияет на эксплуатацию. Значит, подошва у нас сверх жесткая, очень жесткая и прочная. Для сравнения я могу привести подошву калоши Марос. Вот смотрите, здесь вот такая вот калоша, мягкая получается, мягкая подошва, а у нас подошва это у нас на порядок жестче. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы при грибке вот так вот саму калошу не ломало. Вот так вот, видите, не ломало у нас, это сделано вот, жесткость повышена. И не уставала нога, ни голеностоп не получал дополнительную нагрузку. То есть снимаем нагрузку с голеностопа таким образом. Ну и естественно, наша калоша сделана из настоящей каучуковой резины. Если сравнить нашу калошу, допустим, вот с той же Маросовской, вот такого вот случая у нас в принципе не может произойти. Это совершенно недолгая эксплуатация, но плавают в этих калошах и зимой, и летом. Потому что это не резина. Это так называемый резинопласт, и эта калоша льется, вот здесь видно литник, она льется по принципу экструзии, то есть ее выливают. А наша калоша запекается, то есть наша калоша делается по той же технологии, по которой делаются покрышки для Формулы-1. У нее очень мягкий уз, вот такой вот, мягкий, и он не влияет на работу лопасти, но при этом он служит очень хорошо, как отбортовка, защита от боковых ударов, порезал и направляет поток воды во время плавания. Кроме того, наша калоша сделана под ногу жителей наших регионов. То есть она увеличена в месте косточки, и она сделана более глубокой, то есть она рассчитана под толстый носок, и рассчитана для использования именно не итальянской или европейской структуры ноги, а именно для наших суровых местных условий. То есть в этой калоши, изначально, если человек одевает ее на толстый носок, он не будет испытывать затруднений, не будет испытывать давление на ногу вот в этом месте, вот здесь вот, в пятке, и так как она сделана специально глубже, вот здесь вот, она не будет впадать ноги при глубоком носке, при толстом носке. Кроме этого, мы целенаправленно не стали делать вот такую вот часть на калоши, так как в процессе эксплуатации было замечено, что в толстых перчатках она совершенно бесполезная, то есть она не помогает ни одеть, ни снять калошу, но это очень хороший зацеп за сетки, за траву, за водоросли. Поэтому мы целенаправленно сделали калоши без вот такой вот ерунды. Кроме этого, у нас калоши выше в подъеме. Вот эта часть, она вот сразу заметно выше вот так вот идет. Для чего? Для того, именно для того, что у жителей наших регионов, у них нога выше в подъеме. Это было замечено еще во Вторую мировую, когда при захвате немецких складов с сапогами, настоящими, качественными бундесверовскими сапогами, они никому не подходили из наших бойцов, потому что у них всегда был очень низкий подъем. Это уже много лет замечено, и когда вы покупаете импортные калоши, вы должны иметь в виду, что она всегда будет вам давить в подъеме. Мы сделали калошу, с учетом этого, мы сделали настоящую калошу для настоящих бойцов, подводных охотников. Вот, это по калошам. Теперь следующая наша новинка.